В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Продолжается сбор помощи участникам спецоперации. Мы знаем, что конкретно нужно там в определенном количестве. Под контролем главы муниципалитета близится к концу история с недостроем в развилке жилым комплексом «Три квартала». Первый пусковой комплекс 12-й корпусом. В принципе, в самой большей стадии готовности порядка 90%. Учителя 5-й видновской школы в числе лауреатов всероссийского конкурса – флагманы образования. Интересно познакомиться с коллегами из других регионов, со всей нашей необъятной страны. Продолжается сбор помощи участникам спецоперации. Одним из пунктов сбора стал штаб местного отделения партии «Единая Россия». Уже во второй раз машины с адресной помощью отправятся на Донбасс. Получателями станут военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии. У нас собрано более пяти тонн за две недели силами жителей нашего городского округа, неравнодушными гражданами. Мы собрали все самое необходимое – сезонные одежды, обмундирование, берцы, нательное белье, средства личной гигиены и, конечно же, продукты питания. В сборе помощи участвовали сотрудники предприятий муниципалитета, общественники, а также неравнодушные жители. Мы знаем не понаслышке, что люди координировались в целые подъезды, подъезды в дома и дома в жилые комплексы. То есть люди приносили помощь от жилых комплексов. Ежедневно в штаб-партии обращаются более 20 человек. Одни уточняют, чем можно помочь и что необходимо купить. Другие уже привозят готовые к отгрузке коробки. В продолжение темы собранные коробки из офиса Единой России и других точек в Ленинском округе отправляются в один из централизованных сборочных пунктов. А потом их вывозят в места проведения специальной военной операции. Сюжет Максима Козлова. В конце сентября бойцы 42-й мотострелковой дивизии, участвующей в спецоперации на Украине, обратились к депутатам Ленинского городского округа за помощью. По инициативе главы округа Алексея Спаскова над дивизией было взято шефство. И вот уже второй раз со склада на Белокаменном шоссе отправляется ценный груз. Мы обратную связь имеем от командования этой дивизии. И уже конкретно работаем по списку. Мы знаем, что конкретно нужно там в определенном количестве. Поэтому это второй же гуманитарный конвой, который содержит в себе все необходимые предметы. Всего за две недели на складе, куда сводился груз с других пунктов сбора, было аккумулировано несколько тонн. Их собрали депутаты, предприниматели, общественные организации, неравнодушные граждане. Надо очень много поехать по подразделениям, которые на передке, передать эту гуманитарную помощь. Кому что, кому танковые костюмы, кому тепловизоры, кому коптеры. Но это уже с командованием решим. Настоятель Видновского Александра Невского храма, священник Николай Шапарев, совершил молебен о том, чтобы опасное путешествие в места проведения специальной военной операции прошло успешно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души истины. Всего в Ленинском городском округе организовано 9 складов, где будет собираться груз. Если раньше, как правило, вещи и продукты доставлялись до границы, теперь цель трех машин из нашего муниципалитета – недавно присоединенные территории. Сейчас мы поедем дальше. Потом в следующий раз еще дальше. Дай Бог, чтобы Господь нас укрыл своими крыльями ангела, потому что война, сами знаете, здесь не шутят. Настроение боевое, ребята все заряжены. Почему? Потому что они все прекрасно осознают, что они несут добро, тепло, домашних сердец. Стоит отметить, что в этих автомобилях груз не только для бойцов 42-й дивизии, но и для мирных граждан, тех, кто волею судьбы оказался в зоне боевых действий. А еще почти в каждой посылке трогательный сюрприз. Мы параллельно занимаемся сбором предметов первой необходимости и товаров длительного хранения, для того, чтобы как раз передать мирному населению на наших территориях приятные и солдатам, и нашим согражданам будет увидеть в каждой коробке письма, которые подготовили наши маленькие жители в огромном количестве. Я думаю, им будет очень приятно, это будет очень хорошая поддержка для них. Водители, отправляющиеся в поездку, пообещали, что будут присылать видеоотчеты о своем путешествии. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня глава муниципалитета Алексей Спасский встретился с застройщиками жилого комплекса «Три квартала». Заселение этого долгостроя в поселке Развилка ждут 150 семей. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Затянувшаяся история с заселением жилого комплекса «Три квартала», что в поселке Развилка, подходит к логическому завершению. Строительство микрорайона началось еще в 2016 году, а в 2019-м собственники уже должны были получить ключи. На деле из-за денежных или других проблем застройщик не смог выполнить обязательства. С мертвой точки процесс сдвинулся благодаря администрации Ленинского городского округа. Первый пусковой комплекс 12-й корпус, он в принципе в самой большей стадии готовности, порядка 90%. Но к концу года, сейчас мы пообщались с застройщиками, обещают выйти на, скажем так, получение разрешительной документации, на ввод, хотя бы на этап заключения соответствия строительства объекта, соответственно, реальные на рассроке ввода этого объекта первый квартал следующего года. Остальные три корпуса будут сдаваться поэтапно. Планируется, что это произойдет до конца следующего года. Долгожданного заселения ожидают не только дольщики, но и жители ветхих домов в старом поселке. Всего порядка 150 семей. Их расселят в эти красивые современные многоэтажки комфорт-класса. Касательно социальной нагрузки, у нас здесь запланировано строительство детского сада. Также предполагается реконструкция существующей школы и реконструкция, во второй очереди, набережной, которая очень гармонично вольется, уже будет сочетаться существующие. Эти четыре дома – лишь первая из трех очередей. Завершить строительство микрорайона планируется в 2026 году. Территория обещает быть максимально комфортной. Детские площадки, прогулочные зоны, магазины шаговой доступности. Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Коршелева, Видное ТВ. Полицейские УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали двух мужчин, подозреваемых в краже строительных инструментов на сумму более миллиона рублей. Сотрудниками уголовного розыска установлено, что в ночное время злоумышленники перелезли через забор на территорию дома в поселке Лопатина. 19-летний житель города Москвы и 27-летний уроженец Мурманской области при помощи кусачек срезали навесные замки дверей, складских контейнеров и похитили перфораторы, шлифовальные машинки, насосы, электродрель, доводчик. Вы ранее судимы? Да. По какой статье? Или статье? 168, часть 2. Один раз судимы или несколько? Один раз. За что задержаны сотрудниками полиции? Я кражу и устрачиваем инструменты с секретой строительной. Сотрудниками полиции обнаружена и изъята часть краденого имущества. Остальное задержанные продали на одном из подмосковных рынков, а вырученные деньги потратили на личные нужды. В отношении одного из фигурантов дела избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде, а второго заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подведены итоги Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования». Лауреатами соревнований стали 30 команд, в числе которых учителя Видновской школы номер 5. С педагогами-победителями встретилась наша съемочная группа. Педагоги Видновской школы номер 5 впервые принимали участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования». В состав команды вошли директор школы, завуч по воспитательной работе, учителя физической культуры и английского языка. Соревнования проходили в три этапа. Первый этап был дистанционный, мы его прошли еще в 2021 году в декабре. Дальше мы прошли на полуфинал, который состоялся в Ярославле. И третий этап – это уже был финал, который произошел недавно в Грозном. Учителю английского языка Вере Сидоровой всегда интересно принимать участие в разных конкурсах. Ведь такие мероприятия дают возможность повысить свою квалификацию и уровень знаний. То, что новое я получила, я уже использую, могу сказать, сегодня на уроках своих. Потому что заряд определенный и уровень геймификации на уроке – это то есть использование игровых технологий, чтобы завести класс, замотивировать всех детей на работу, вовлечь их, чтобы они говорили, что сегодня это был самый радостный урок. А для еще одной участницы, Надежды Пиюк, конкурс стал отличной площадкой для общения с коллегами и обменом опытом. Интересно познакомиться с коллегами из других регионов, со всей нашей необъятной страны. И, естественно, это опыт такой достаточно нестандартный, потому что конкурсы были не просто провести урок, а урок междисциплинарный. То есть на уроке совмещается несколько учебных предметов. Вот мы давали урок, у нас совмещались английский язык, биология, физкультура и история. За победу в финале, который проходил в Грозном, боролись 104 команды из 45 регионов страны. Педагоги Видновской школы номер 5 вошли в 30-ку лауреатов и вернулись к своим ученикам с копками, дипломами и званием флагмана образования. Мы пришли в школу, значит, здесь нас встречали дети, они сделали фотозону, шарики, и на полу было много шариков. И когда мы зашли, все они кричали «поздравляем, поздравляем», то есть это было так трогательно до слез. И прям сразу они нас наполнили, и мы просто стали дальше работать. В ближайшее время учителя тем же составом отправятся в образовательный центр «Синиш», где выступят в качестве педагогов-новаторов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной детской библиотеке стартовал новогодний конкурс 31-12-2022. Строгая, но справедливая жюри будет оценивать мастерство изготовления рождественских венков. Вот уже 10 лет подряд Центральная детская библиотека в Видном за пару месяцев до Нового года проводит творческий конкурс среди юных читателей. В холл-учреждения то украшали самодельные валенки всех размеров и мастей, то хендмейт елочные шары, то поделки в виде символа года. В 2018-м, к примеру, это была упитанная розовая свинка. Всегда очень много работ, потому что в одном из конкурсов мы получили 999 работ. И они всегда нас удивляют своим творчеством, своим видением, использованием различных материалов. И вот на днях руководство библиотеки объявило о старте очередного новогоднего конкурса с говорящим названием 31-12-2022. На этот раз жюри будет оценивать мастерство изготовления новогодних или, как их еще называют, рождественских венков. Они не должны превышать размеры 30 на 30 сантиметров. И это единственное условие. Форма, материалы, стиль декора – все на усмотрение юных творцов. По итогам конкурса, конечно, происходит награждение. Обязательная выставка, которая украшает этот холл. Постараемся сделать эту выставку интерактивной, то есть какие-то игровые задания по этой выставке, чтобы посетители библиотеки не только посмотрели, но и поиграли вот в такую новогоднюю сказочную игру. Победители в различных номинациях получат грамоты, памятные призы, спешите принять участие. Работы принимаются с 11 до 19 часов каждый день, кроме понедельника, до 25 ноября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.